дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмэйн и сегодня мы продолжим проходить little hope к сожалению друзья вынужден был я сделать длительную наверное но может и не столь длительную для кого как паузу на канале в плане записи игр по определенным причинам которых я упоминал на стриме если вкратце у меня немножко приболели ну или даже не немножко опять же и болели дети и супруга поэтому у меня просто не было возможности делать эти самые записи и поэтому вот возникла такая большая пауза в прохождении надеюсь до финала осталось немного потому что судя по тому что я помню развязка вроде как уже не за горами и так поехали размышления тропинка а может еще и много надо смотреть вообще по коллекционным предметам если брать предыдущую часть сейчас посмотрим даже просто интересно судя по вот этим вот воспоминаниям которые можно найти этим открыткам то осталось очень немного потому что как правило и то есть такие косвенные подсказки коллекционки которые указывают вот когда вы уже близки к финалу но дело не финале дело в том чтобы понять что здесь происходит так один налево другой направо вы серьезно оставайтесь на тропе в том числе и украина еще нету в принципе еще многовато я допускаю что я пропустил как минимум одну-две потому что были места где я хотел бы еще поизучать но там включалась катсцена ой ой очень много еще друзья ну неважно в общем неважно трюс главное понять что же здесь происходит а вот это ускоренный шаг и по-моему в игре кстати даже нигде не было никакой подсказки что как можно быстро ходить даже в настройках управления это я по предыдущим играм помню звучит как бред но вдруг нам нужно спасти двойников от казни чтобы спасти самим в этом есть смысл эти жуткие твари как-то связаны с казнями историческая реставрация и конструкция внимание неустойчивая конструкция небезопасно светлячки это они светятся такой красивый разве нет какой-то странный немыслимо глаза подводят меня прошу простить за поздний час нужно потолковать что тебя гложет мэри тревожно мне она в судах в страшной роли выступала сии суды всех тревожит здесь иное сестру казнили а на ее устах была улыбка она убивалась ты уверен да но ныне она терзаема виной и стыдом не могу я не верить ей не подступай к невраам дитя сие приносит лишь беды поздно лишившись брата и сестры мэри нашла приют под моим кровом я боюсь твое милосердие может тебя погубить дай мне совет скажи суду что она нас дурачит что узрел ее упоение смертью сестры я молю тебя не вынуждай мэри полна сожалею подозрениях и за это поплатится весь город никто не огражден от ее слова вредных выдумок хорошо коли суд услышит я выскажусь да но если будут судить тебя твои слова не будут ничего значить нам не чары это не чарок иначе объяснить твою не могу объяснить но дело в другом она призвала тебя на защиту дабы принудить меня к молчанию лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием я не демон но мы похожи это чертовски странно согласен чего тебе надобно я хочу узнать что ты скажешь в суде а мэри я решился говорить в суде но ныне не уверен знаю как это звучит но надо выступить сказать что она натворила как советует твой друг слуги дьявола искушают меня я не поддамся литл хоуп не тот каким был прежде диковинные происшествия стали обыденностью вы кем бы вы ни были лишь одно из них поведав правду о мэри я спасаю друга но как же тяжело от осознания что тем я выношу приговор ребенку воспринимает все наоборот нельзя вешать все на ребенка уверен за всем этим стоит священник ты рихнулся остановим девчонку по-другому никак преподобный карвер человек господа в том нет сомнений странно что он так защищает священника хотя он сам слышал как он шантажировал девочку возможно крышка очень надеюсь что это не так ну что удалось разобраться с мэри нет даже не видели черт встретили двойника эндрю авраама он уже собирался выступить против мэри но добрый эндрю его отговорил очень умный ход вы блять издеваетесь мы видим события которые произошли сока лет назад не очень демоны из прошлого не знаю сколько еще смогу выдержать вот чего я не ожидала это стать частью команды мне нравится со мной это впервые да в точку я и сам кое-что сегодня понял жаль нужны были ведьмы и призраки нам бы здорово пригодился этот как его паладин воин света охренеть не знал что ты в теме ролевок ты обо мне многого не знаешь я тебя еще удивлю увидишь пора двигать в жопу это сраное место и сраной аварию заодно это было близко где ты Тейлор! Тейлор! Это ты? Держись! Ни в коем случае не отпускай! Не отпускай! Я не отпущу! Вот это место, которое в памяти было. Тейлор! Надо двигаться, окей? Это что, блин, такое? Слушайте, я два раза просто максимально был близок к фейлу. Пойдем туда. Выйдем, наконец, из проклятого леса. А по пути все обсудим. Опять, опять, друзья, склейка не очень получается. Я в Man of Madden такое тоже обращал внимание. То есть происходят какие-то события, которые могут повлечь гибель персонажа или, может быть, в другой какой-то последовательность это привело к гибели. Другие участники игры вообще никак на это не реагируют. То есть только что и практически убили. Ни один из тех, кто не присутствовал вот в той схватке с тем монстром, никто ничего даже не спросил. То есть потеряли бы мы и не потеряли, это просто склейка идет. Вот это было такой, знаете, такой бросающийся в глаза минус в первой части от этих хроник. Но этого не было в Until Dawn. Вот там таких проблем не было. Я игру прошел, не помню, там 4 или 5 раз. И там такого не было. Я такого не помню. А здесь вот просто опять вот каких-то эмоций не хватает. Здесь эмоции лучше вызывают эти герои, эти персонажи и их поступки зачастую более логичные, чем конечно в Man of Madden. Но опять же до уровня Until Dawn все равно вот не хватает. И не скажу, что чуть-чуть не хватает. Не хватает так еще прилично. Так, это туман, разворот. Куда-то идти, я что-то не понял. Эй, эй. да. bent он конечно жесть. Он не таким . он что-то упирается? Я не могу понять во что. Так, что тут? Вот он. Здесь стрёмно стоять. Я никакого движения там не вижу. Может быть слышу, но не вижу. То есть какие-то тени. О, любимая дорога, слушайте. Я аж по ней соскучился. Эти леса, ну их нафиг. Не знаю. Какой-то пиздец. Что думаешь? Похоже, она хотела утащить меня поглубже в лес. Думать не хочу, чтобы она там со мной сделала. Фортуна повернулась к нам лицом? Что бы мы там не увидели или вообразили, мы всё ещё в опасности. Должен быть способ остановить её. Мы могли упустить шанс что-то изменить. У вас был шанс обличить Мэри, показать, что она мошенница и лгунья. Сделать её обвиняемой. И что же вы? Мы не знаем наверняка, что спасёмся, если остановим Мэри. Это теория. Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. У нас только один шанс переиграть не получится. Так что я готова сделать всё необходимое. А я нет. Оглядимся. Хорошо, что пистолет у Эндрю. Так, отсюда мы пришли. Чувствие смерти. Плохие воспоминания я все нашёл. Точнее, видения. А вот хорошие, видимо, я все не найду. Может, одно ещё осталось от силы. Жесть просто. Мэр сообщает о земельной сделке. Эскалация протеста всё вероятнее. Я не знаю. Я вообще считаю, что нету идеальной системы правосудия. Всегда будут кто-то недовольны. Хотя бы один человек. И всегда кто-то будет рад. Какому-то вердикту, решению, закону. Это случаем не священник? Нет, нет. Смотрите-ка. Он может быть опасен. Он понимает, в какой мы передряги. Ну же, внутрь. У меня так он адекватный. Он как раз видит то, что вы, ребята, не видите. Может, это какое-то единственное связующее звено с реальностью. Вот этот вот чувак. Так как он местный житель. Вот мой черёд предстать перед судьёй. Ужас обуял меня. Я не ведаю, как воспримут моё свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истина, что ложна. Добром это не обернётся. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьёй. Авраам и Джозеф союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный. Время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужество. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша её хотят опорочить. Её бесстрашие несомненно. В её намерении следует увериться. Её обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать её, преподобный? Я. Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Ммм, не всё по плану идёт. Авраам! Нам надо не высовываться здесь. Что мне делать? Иные желают, дабы я выступил против Мэри. Но гораздо летит она такое зло. Тяжело. Понимаю. Для любого. Мэри. Просто ребёнок. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах. Колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл Хоу. Меня не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили её. Иссушили. Лишили чистоты душу. Люди твердят о на взговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребёнка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Моё время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не всё сказал. Я дал тебе довольно времени. По воле суда, Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Интересно. Это поможет. Должно. Теперь мы знаем, что можем изменить ход событий. Что думаешь? Это действительно так? Всё было, как он сказал. Но результат мне не очень... Меня не очень устроил. За хрень! Нам пора. Идёмте скорее. Надо было за тем пьянчужкой идти. Как мне кажется. Так. Так. Глядите на шмотки. Это место закрылось сто лет назад. Детство в 70-е. Вся жизнь впереди. Должен быть другой выход. Может, на первом? Вечная память Джеймс Кларк. Соболезнованиями от друзей и коллег. Поцелуйте меня в жопу. Мистер Вэнсон, уважаемый мистер Брайенс. С предупреждения сотрудника. После нашей дисциплинарной беседы я вновь поднимаю вопрос ваших посещений, ваших посещений, масти и поведения. Пропуски, обстоятельства, травма, выговоры за пропуски. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что интересно. Если честно. Хотя прогулы были и у девчонки, в принципе. Но как это связано с каким-то работником? О! Вот та семья. Посмотри на это. Так это его уволили, получается. Того главу семейства. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас похожа кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7. И тоже. Похоже на нас. Так, какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Есть какая-то цикличность. Кошмар. Ты правда хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Я прихвачу его. Ты говорил, это типа ночной кошмар. Ты так думаешь? Если это мой кошмар, что вы тут делаете? Могу сказать то же самое. Не знаю, что реально. Ты настоящий, Эндрю? Ну тебя. Стой. Так кто эти люди на фото? Может, тут время упорото? И на этой фотке реально мы? Но мы с ними одного возраста. По моей прикидке. Закрытие фабрики в Литл Хоуп. Сотню воли увольнений убьют город. Литл Хоуп потерял почти 600 рабочих мест. Когда текстильная фабрика Рейвен Дэн... Рейвен Дэн? Рейвен Дэн? Неважно. Закроет свои ворота на Гарвард Роуд. В сентябре увольнение затронут работников фабрики и вспомогательных предприятий в городе. Об этом решении во вторник объявила Хейзел Карвер, владелец семейного бизнеса, оставшегося главным работодателем в городе более 160 лет. Мы с грустью приняли это решение. Мы считаем работников фабрики частью нашей большой семьи. Понимаем, как много Рейвен Дэн значит для них, но мы больше не можем продолжать работу. Хотя дочери были открыты идеям профсоюза по спасению фабрики, мэр Карвер отверг каждую из них. Мы хотим и дальше сотрудничать с семьей, чтобы спасти их бизнес и наш город, но, кажется, мэр не видит в нас партнеров. Другой член профсоюза, пожелавший остаться неизвестным, высказал более откровенно. Все дело в земле. Карверы владели городом на протяжении нескольких поколений. Если земля не будет приносить им доход, они все закроют. Поскольку это основной источник дохода для большинства семей в городе, многие беспокоятся о своем будущем. Закрытие фабрики убьет город, заявил Хэральд, один из членов фабрики. Мы требуем автобусов, обучения, но дальше не важно. Дальше не важно. О, узнали? Томас Вайман. Томас вынес обвинительные вердикты нескольким ведьмам в Литл Хоу. Позднее он жалел о том, что слишком положился на показания ребенка. Нынешняя фабрика стоит на месте дома Ваймана. Вот оно как. Так, Сэмуэлли Ношель Юнстон, 1693 год. Прочитав письмо капитана Бонда о событиях в Литл Хоу, выслушав ходатайство горожан, я спешу выразить свою величайшую беспокоенность. Учения пастора Карвера отлучились от истинной доктрины добродетели. Его разум покинул Братство Святых и уже долгие годы грязнет во грехе. Озаботьтесь его деяниями, что отравляют и оскверняют город. Прошу назначить комиссию для рассмотрения таковых деяний прошлого года, в том числе касаемых девочки. Твой слуга Томас Вайман, судья. То есть все-таки мы правильно все сделали, только зачем он девочку тогда дал ему? То есть все-таки мы повлияли настолько, что он усомнился в этом. Священники. Так, это что? Комиссия Восточного округа закрытия фабрики, следствия за компанией, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Телефоны, но ничего интересного, если честно. Что-то нам сплюнуло, что ли? Фу, как неприятно. Ладно, ну а ты что думаешь, умник? Мы мертвы? Я так и сказал, Тейлор. Мы нахер мертвы? Вот. Это тот чувак, который сейчас есть. дело она ему что изменила вот это взрослая девчонка ой тот парень который пинчужка такой то он и есть только возрасте я про это в первом видео когда он появился говорил уже я в этом более чем уверен слышите прямо под нами надо уходить отсюда быстро детская игрушка стала причиной страшного пожара вот друзья то событие которое было показано в прологе причиной ужасного пожара в жилом доме в little hope в эти выходные могла стать детская игрушка лейтенант дэвид фаррес добровольной пожарной дружины little hope сообщил геральт что на кухне рядом с включенной газовой плитой кто-то оставил детскую куклу он считает что огонь мог перекинуться на игрушку поджечь помещение в огне погибли пять членов семьи кларк единственный выживший 18-летний энтони кларк выживший он выжил допрошен полиция после ареста по подозрению в поджоге однако по итогам расследования молодой человек был оправдан и сегодня он выйдет на свободу еще 900 это от с чем то лет должно было пройти а это какой год 2000 какой 19 или 20 в каком году у нас события разворачиваются близкий к семье преподобный леонард карсон из епископальной церкви святого давида назвал пожар трагедии это ужасно что погибла целая семья они переживали непростые времена как и многие семьи в настоящее время но они были хорошими трудолюбимыми людьми и любящей семьей я помогал им преодолеть трудности печально что их постиг такой конец дата похорон еще не назначена и пожарная дружина и мэрия высоко оценили действия решительные действия полицейских прибывших первыми на место трагедии не позволивших огню забрать шестую жертву оперативные действия офицеров рейнольдса и хоффмана помогли предотвратить еще одну смерть пусть он жив на момент его события он не погиб он получается остался живым любопытно тяжелый эндрю иди сюда и помоги мне что там ты оттуда я отсюда толкаем вместе так ну давай о чёрт дэниел дэцепс спасите дэцепс подальше и дэцепс твою мать я квадрат нажал я нажал квадрат всю игру блин идеально проходил вот блин сегодня как начал играть так сразу какие-то проблемы начались одни это конец игры сто процентов мне все должны были выжить да что ж такое то вот чертовы перерывы друзья надо сыграя что но садись играй сразу но она может вернуться нам надо уходить надо было нападать наверное он не должен был погибнуть но я не очень понял что появилось такое в глазах там какие-то замочки какие-то черты характера что все это значило сейчас вообще всех солью здесь специально уже тогда пошли вы в баню блин одна маленькая ошибочка можно было дать какую-то поблажку сейчас этот самый сыкливый профессор останется живой нет я тебя чувак сразу солью как только появится мне первая возможность горе в аду теперь постараюсь об этом забыть вчера господин клар покинул полицейский участок литл хоуп дело страшном пожаре в доме семьи кларк закрыты на глазах свидетели энтони кларк единственный выживший в огне отпущен полицией бедный мальчик наверняка он сейчас словно в аду обвинили кларка обнаруженного на месте происшествия с коробоком спичек в руках поджоги когда кларк выходил из здания полицейского участка было слышно как некоторые горожане гори в аду ну так у нас всегда друзья в жизни люди не разберутся знаю только какой-то знаете вырванную фразу из контекста какое-то событие вырвано из контекста сразу делают выводы все сразу самые умные и надо всем сказать свое я вот как на самом деле какой-то газетки где-то что-то напишут или на портале люди во всем верят сразу во все не подвергают сомнению вообще ничего любое действие любое событие надо подвергать сомнению и только потом уже какие-то выводы делать уйти на чеку мало ли что ни единой душе не спастись в леду хобба куда ты жив ты должен умереть даже жене своей ты передал страсть к служению сатане можешь проклясть меня на жену мою покойную порочить и смей ты не смирился я должен изгнать дьявола дабы спасти город нет спасения жозеф отрекаешься ли ты от дьявола и его учения нет нам не греха я не этап дьявола город осквернен безумием пронесенным слугой сатаны надо помешать им надо помешать им из иди а ну отдай вот узрите как бедное дитя страдает она поныне в сатанинских объятиях джозефа больше камней сокрушим дьявола внутри его не медлите участь литл хоуп в ваших руках а 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 что почему их трое осталось где девчонка я анжел кто там кого-то не хватало что случилось скажите у нас мало времени для чего мне не скрыться о мой шанс мой шанс его его слить урод я готов вот оторвись мужик покажи что ты не тряпка что не сережка и такое там ты мужик вот и доказывает а какой шустрый все ну да ты задолбал меня такая хрупкая дверца мне кажется вряд ли удержит этого монстра еще спиной встал но мозгов совсем нету хлипкая дощечка вы нужны мне сейчас проткну твой грудак смотрите какие щели рукой пробиваешь это монстры с крутой физической силой и сейчас еще в глаз получите его больше не вижу может стойкость показала это что-то значит друзья я быть честно его слил бы степан опять бы сэканул куда-то бы но раз он не убежал и боролся то ладно это тварь не нашла вход похоже тут был пожар очень обидно за дэниэл а просто одна кнопка за всю игру неправильно нажатая жесть но вы знаете по ощущениям раньше проще было попадать вот по таймингам сейчас как-то все хуже стало очень хуже раньше у меня такой еще не вагон времени был сейчас у меня вообще времени нету прикольно пошел просто искать улики это новая игра друзья это новая игра house of ashes потому что персонажи незнакомы это да это конец игры уже фактически колесо колесо было по моему в начале в прологии возле дома того где сгорит это дом где они сгорели сто процентов дать толку что там эти трупы выходит мне это без разницы вот тут что-то еще было джеймсе она это сгоревший дом это сгоревший дом смотрите на это сгоревший дом я был женат на анджеле с каждой минуты все абсурдней на джеймс с.к.к. Продолжение следует... Все началось в этом доме, все здесь и закончится. Сейчас тут еще появится, я уверен. Все тут и закончится. Вот этот... С кем она разговаривала? Вот, вот. Вот тот урод с длинными когтями. Кто это такой? Ключик, ключик, ключик бери. С правой стороны ключик. Че, не видишь? Ключик висит. Слушайте, он совсем... Как тебе объяснить? Вот ключ висит. Может, потом надо, чтобы что-то сработало? Ну, вон ключ с правой стороны. И что будем знать? А вот то письмо, о котором я говорил. Помните, которое жалуется на дочку? Дорогая Анна, спасибо за твое письмо, Меган. Понимаю твое беспокойство и хочу верить в тебя, что строптивое поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогал родителям с похожими проблемами и с радостью предоставлю Меган нравственный ориентир. В послании к евреям говорится, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Подойди ко мне после службы в воскресенье, мы подберем время для личных наставлений. Начинается. Давайте четвертого там демона нам подавайте. Даже смотреть не буду, там и так все понятно. А тут, наверное, Дэниэл, а демон должен был быть, но к сожалению, Дэниэл уже не с нами. Как вы помните. Слышишь? Да. Это девочка. Надо найти ее. И вот интересно, то вещь, когда я в самом начале игры выбрал не сестру, старшую, младшую, это сыграет какую-то роль вот сейчас. Она запомнила, что за ней брат вернулся в огонь. Годзилла. Разуй глаза, тут же пластинки. Эндрю? Что ты делаешь? Он ведает, что я желала признаться во всем суде. Нет, стоп. Ты спасешь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божий Литтл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла пропитавшего Литтл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты детятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, вжец! Сие порочное дитя! Порождение сатаныны не смеет обвинить меня! Слугу Божьего в злодействии! Что бы она ни говорила, не верь этому вранью. Она ребенок, но на уме у нее одно зло. Та еще дрянь. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды... Он видит нас тоже. И вновь взывает к дьяволу о помощи! Я молю суд выслушать! Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Надо помешать им. Этот суд какой-то чудовищный фарс. Карвер, вот кто злодей. Мы поддались на его уловки. Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи! Во всем повинен он! Тебе не обмануть нас более! Твой умысел ясен, как день! Я узрю сей город, очищенным от зла! Он прав. Послушай его. Во всем виноват Карвер. Что сделать, дабы воротить Литл Хуб к свету? Преподобный вселяет в меня страх. Останови Карвер! Это все он не видишь? Он обвиняет Мэри, чтобы его не трогали. Я знаю, что должно делать. Только не убивай. Авраам, Библия. Но я Библию не очень знаю, друзья. Признаюсь вам честно. Стоять! Что здесь за бесчинство? То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Вот и все. Отлично. Видите, кукла у кого была. Почему остальные все безлицы были? Без тебя я была бы мертва. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Я не знаю, друзья. Мне кажется, я правильно поступил. Может, сейчас что-то поменяется. Все глобально. Не верю, что все закончилось. Ты защитил ребенка и был прав насчет священника. Это он настоящий злодей. Пойдем отсюда. Что произошло? Видели ее, Мэри? Думаю, кошмар. Наконец подошел к концу. Блин, я одну кнопку не нажал, чтобы Дэниел выжил. Вы серьезно? Вы серьезно? Нет, кошмар к концу не подошел почему-то. Боже, нет! Жар! Нет! Помогите! Нет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему они выжили? Вот ладно, он выжил, потому что его не казнили в прошлом. Но она тогда почему выжила? Эй! Винс, видите, да, это тот. Мне жаль. Знаю, ты не виноват. Нам обоим пришлось не сладко в последние годы. В полумиле отсюда есть закусочная с рабочим телефоном. Вызови помощь и уезжай отсюда. И не возвращайся. Тебе тут нечего делать. Из-за меня вам столько пришлось выне... Я ничего не нажимал, брусья. Это со мной до конца. Ты здесь не один. Не надо себя видеть прошлое через... Ты же знаешь, да. Мы выбрались из этой дыржи. Он вырос здесь. Другого возраста. Только жаль, что не все выжили. Водитель автобуса. Водитель автобуса. Мы направляем всех через Литл Хоуп. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь и не выберемся. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Че? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо. Нет. Нужно мыслить ясно. Скорее! Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда. Уйду, когда гляну тебе в глаза. Впусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, конец. Свободны. Пока что. Но вы можете попробовать еще раз, постараться добиться большего. Вот в чем сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Что ж, неплохо. Кто-то спасся, кто-то погиб. Все из-за вас. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить в прошлом. До следующей встречи. Может, в арабской пустыне. Или же... Где-то еще. Но мы встретимся вновь. Один раз точно. Вот. House of Ashes. Ну что, друзья. Вот такая вот игрушка. Вы знаете, мне она значительно больше понравилась, чем Man of Madden. Я про это уже раньше говорил, что мне самоподача, атмосфера и события, где все это происходит, нравится значительно больше. Может быть, я до конца все не понял, но мне показалось, что каждый персонаж в игре, один из пяти, он отвечал за какие-то качества, за какие-то намерения нашего героя. То есть, где-то мужество, где-то трусость, где-то какая-то ярость. И тому подобный список можно продолжить. И в итоге он сумел, получается, эти страхи в себе подавить и правильно как-то вот решить эту задачку прошлого. Но все равно мне до конца не все понятно. То есть, как это все-таки увязать окончательно с прошлым. То есть, действительно, была эта инквизиция, был этот странный священник, который писал какие-то странные тексты в Библии. Подбивал девочку что-то рассказать, про других наговорить. И все-таки, что за фигура стояла действительно за девочкой в 1972 году? Там явно был не священник, а кто-то другой. И опять кукла. Кукла же не решение всех проблем, я так понимаю. Это просто всего-навсего какой-то атрибут магически, возможно. Но как это все ввязано вот с этим одним персонажем? Получается, может, вот этот цикл, который повторялся из года в год, о котором я говорил на протяжении всей игры, он закончился на том моменте, когда наш герой Энтони бросился в дом, но его успели спасти два полицейских. И на этом вот эта вот круговерть, она завершилась. И теперь просто все происходит у него в голове. Для него это была огромная травма. Может быть, он где-то чем-то занимался, искал какие-то там архивы поднял, много читал. И вот эта вся информация, которая скопилась у него в голове, он постоянно ее переживает. Плюс поехал через Литл Хоу, перевернулся, ударился сильно головой. И у него вот это вот глюки эти начались. И вот когда мы подходили, видите, вот этот Винс, и недаром я за него всегда цеплялся. И мне казалось, что это, наверное, единственный такой вот спасительный лучик. Так оно и оказалось. То есть этот парень, который любил сестру нашего героя, он действительно мог быть нам спасением, может быть, где-то раньше. Насколько я помню, я всегда принимал решение в пользу него. Но единственное, да, что я выпить не согласился. Но все, что было раньше, то есть я в него не стрелял, я его в дом, по-моему, пускал. То есть у нас был с ним какой-то диалог. Я не старался куда-то от него убежать, когда у меня был какой-то выбор. Я вот не понимаю, почему погибли у меня три персонажа из пяти. Ладно, с одним я кнопку не ту нажал. Это мой косяк. Но почему остались в доме два персонажа? То есть как подвести таким образом, чтобы они остались живы? Я пока не понимаю. Надо посмотреть, может быть, видео и в каких-то моментах выбрать немножко другие пути. Но да, сейчас я четко понимаю, что каждый герой этой игры, он абсолютно разный. И по сути дела, это собирательный образ одного персонажа. Просто разделенный на пять частей, которые представляют из себя отдельные образы. Любопытный проект. Вы знаете, сто процентов я потом до чего-то еще дойду немножко позже, посмотрев свое же видео или просто там, не знаю, у меня что-то в голову придет. У меня появятся какие-то еще идеи, которые, может быть, я на каких-то стримах немножко позже озвучу. Но тем не менее, друзья, мне эта игра, повторюсь, опять понравилась значительно больше, чем первая вот эта вот часть Man of Madden. Здесь есть над чем подумать. И не только в плане какой-то мистики, но и в плане того, что в каждом из нас происходит определенная борьба. То есть, допустим, ну, в плане какой-то еды, допустим. Кто-то хочет сладкое, кто-то хочет это. И ты где-то себя останавливаешь, вот дать себе слабину. Кто-то хочет пойти позаниматься в спортзал, иногда лень берет верх, и ты не идешь туда заниматься. Хочешь, там, не знаю, с кем-то увидеться, и ты начинаешь перебирать, а надо ли тебе это, допустим. Ну, вот таких моментов, микромоментов в нашей жизни сотни, тысячи, может быть, там, десятки тысяч, они возникают ежедневно. Но мы просто их не замечаем и просто истолковываем в какой-то определенный момент что-то где-то на рефлексе, где-то неосознанно, где-то не обдуманно. Но, тем не менее, у нас есть инстинкт, у нас есть желание, у нас есть какие-то мотивы, которые нами руководят. И здесь частично, мне кажется, разработчики тоже вот эту тему хотели затронуть. Но, естественно, перенесли это все на более средневековую тематику с таким мистическим подтекстом, что, конечно, гораздо интереснее и, ну, получилось любопытнее. В целом, отличная игрушка, опять же, рекомендую всем. И мне вот интересно узнать, а как же закончили игру вы? Все ли у вас выжили? Кто не выжил? И что же делали вы, чтобы у вас остались в живых остальные персонажи? В два других проекта, которые я играл от этой студии, у меня получалось... В Until Dawn, по-моему, у меня не все выжили. Там, по-моему, один или два человека погибли. По-моему, один только, наверное, вообще в самом начале. Вот. А в Man of Madden у меня все выжили. То есть там как-то очевиднее были решения и последствия тоже. Здесь как-то вот иногда какие-то моменты возникают, и просто логики, как завершиться вот то или иное событие, у меня не было. То есть я не мог предположить, что если я сделаю так, то произойдет следующее. Иногда я просто гадал. Даже несмотря на тот материал, который у меня был. Мы начнем верить. Мы подавали. Я не знаю, что. И вы не верите мне, даже если я попробую. Я не верю, когда я был там. В Смирии миф, они говорят, что души смерти были глубже на земле, в доме, в доме, в доме, где они живут на тюрьму, пламени от демонов. Круто. Ждем. Ждем. Ждем скидки. Ну что, друзья, тогда давайте, в общем, наверное, на этом завершать наше прохождение. В общем, говорить больше нечего. Я свою мысль, которая у меня вот сразу появилась в голове, я ее озвучил. Повторюсь, у меня потом, естественно, какие-то дополнительные появятся идеи, какие-то еще моменты, которые бы я, наверное, хотел бы с вами поделиться. Но паузу делать уже не буду, чтобы вот что-то обдумать. Давайте, если что-то мне интересное вдруг действительно в голове появится, я это озвучу уже на каком-нибудь стриме. Ну, а на сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok